10 регионов по энергетике, и поэтому у нас во всех регионах политическое состояние англо, потому что в нашей СССР все города новых у нас не появляются, а все, которые были более молодые, это минимум 30-50 лет, все остальное еще старше. Но Смоленск, вы знаете, это вообще почти Москва, кровесник. Поэтому на самом деле это проблема федерального масштаба, это не проблема Смоленск. И на сегодняшний день мы доложили губернатору, что так как мы не можем поменять наш комплекс быстро, при этом мы обязаны реагировать на скорость ремонтов, на содержание запасных частей, так называемого ЗИПа. Также мы увеличиваем штатную численность, во-первых, мы делаем реорганизацию здесь, мы делаем филиал для скорости реагирования с нашей штат-порте. Вторая история, мы добавляем численность для того, чтобы увеличить бригады. Плюс мы делаем визированные бригады в ближайших регионах, которые могут в случае, не дай бог, какой-то большой аварии, выехать сюда и подержать. При этом спасибо большое Алексею Владимировичу лично и его коллегам с муниципалитета, потому что они нам очень сильно помогают, потому что техники у нас не хватает, и МЧС, и МУП, и господин Николай Николаевич Варшеев, извините, что я так фамилиарно, он отлично принимает участие, приезжает на раскопки, поэтому мы понимаем всю сложность и все те проблемы, которые, к сожалению, на сегодняшний день есть у смолян, потому что это постоянные раскопки, постоянная аварийность, но прошу понять, что это не проблема, которая возникла сегодня, потому что на сегодняшний день, мы у губернатора доложили, что те деньги, которые нам 90 практически миллионов, которые нам выделили в тарифных решениях, и спасибо большое, их было на 30 миллионов выделено больше в этом году, чтобы мы все наши особо опасные места закрыли. Мы их использовали здесь, на смолянской земле, и мы это сегодня доложили, и медицинский факт. Поэтому спасибо большое, мы считаем, что, к сожалению, я не могу констатировать, что мы избавим смолян от этих проблем в этом году или в следующем, но мы выйдем на долгосрочное системное решение, губернатор обещал нам помочь, поработать совместно с федеральными органами власти для выделения денег и каких-то государственных позиций в этом вопросе. Коллеги, если можно, я срезюмирую нашу короткую слабо-лажающую пресс-конференцию. В итоге, сегодня у нас было три темы для обсуждения. Первая – это финансовая задолженность муниципалитета города Смоленск перед компанией «Квадро», и здесь мы вышли на полное взаимопонимание, которое устраивает «Квадро», устраивает муниципалитет, и мы рады, что региональная власть в лице администрации Смоленской области посодействовала в урегулировании этих взаимных претензий. И этот вопрос на сегодняшний день решен. Второй вопрос, который также решен, как вытекающий из первого вопроса, это то, что по моему настойчивому требованию генеральный директор «Квадро» дал поручение своей местной дочерней компании, которая в ближайшее время будет преобразована в филиал, максимально усилить филиал техникой и специалистами, для того, чтобы именно «Квадро», как собственник этих сетей, в первую очередь, несла издержки по устранению аварий, и чтобы сроки на устранение аварий сокращались до минимальных, чтобы как можно меньше люди сидели без тепла, и дети, и старики не замерзали. Мы по-прежнему будем помогать «Квадре» в решении этих проблем, с учетом того, что это наша ответственность как властей, чтобы люди жили в комфортных условиях. Но, тем не менее, все-таки компания будет идти на дополнительные издержки по моей настойчивой просьбе. И третий вопрос, он глобальный, мы его обсудили, пришли к пониманию, что у нас абсолютно единая позиция, и руководство компании подтверждает правоту и обоснованность моих обращений в федеральный центр, в правительство Российской Федерации, с точки зрения, что примирить «Квадро» и региональные власти не только в Смоленской области, с точки зрения нахождения решений, которые позволят людям не замерзать зимой, может только федеральный центр. В случае выделения серьезных финансовых ресурсов, генерирующих теплоснабжающих компаний на обновление фондов.